Мы находимся в Сводах. Это художественные мастерские Дома культуры ЭГЭС. Мы здесь проводим занятия с ребятами, жителями интерната. У нас шесть участников из числа проживающих в ПНИ. Две текстильные художницы, которые с ним встречаются, и две художницы-керамистки, которые помогают девушкам, работающим с глиной. Мне очень нравится делать искусственные вещи, перерастать в реальность. То есть делаешь своими руками, оживляешь это. Цель нашей текстильной мастерской – познакомить ребят с этой техникой, но не совсем в привычном ключе. И для ребят, и даже для кураторов было необычно то, что шить мы не собираемся. Потому что сегодня современный текстиль уже намного шире, чем изделия, сшитые на машинке. У нас было важно создать какую-то такую среду для того, чтобы ребята смогли попробовать новые действия, попробовать создавать, мастерить что-то новое. По крайней мере, мне хотелось в начале нашей программы построить занятия так, чтобы они не шили, ткали, рисовали то, что мы скажем или то, что мы предложим, а попробовать идти от себя. Я не принуждаю одного, например, ткать и другого, вышивать. Я вижу, кому что ближе, и я вижу, как этот отклик в душе. Мне нравится плести. Для меня это радость. Приходи сюда, чтобы учиться шить и плести. Мы сейчас работаем на коврю, делаем ковер для выставки. Довольно давно я занимаюсь программами инклюзии и доступности и работаю с аудиторией людей с ментальными особенностями. И всегда встает вопрос о том, как экспонировать искусство, созданное этими людьми. Мы понимаем, что это искусство не встроено в систему современного искусства. Оно всегда находится на периферии, на обочине. Наверное, идея проекта возникла откуда-то отсюда, от того, что этого искусства просто нет в современном музее. Современное искусство настолько многослойное и многоголосое, что нет необходимости создавать отдельные какие-то такие аквариумы для особых художников. Они такие же художники, как остальные. Сегодня у нас была такая микро-вернисаж. Когда ребята приехали в ГЭС-2, они были не одни, они пришли вместе с сопровождающими из интерната и с другими проживающими. И эффект, который получился от этой встречи, он был очень классный, потому что ребята сами стали рассказывать про свою работу. «А вот это мой павлин, а это я делал, а это мое, а это мы вместе сделали». И другие подходят и интересуются, и спрашивают, а как, а что. А вы все это время летом сюда ездили, да? Класс! Мы когда позанимались, спонтанно совершенно один из них сказал, что я хотел бы заниматься этим каждый день. И второй сказал, и я. Третий сказал, и я. И я сказала тоже, и я. Ну и все от чистого сердца, потому что действительно так. Ощущения у меня суперские, очень-очень все интересно в этом проекте было. Для ребят, да и для меня даже, это полезно побывать в атмосфере, где с заботой выстроен процесс, начиная от кураторов, которые придумали программу, и заканчивая сотрудниками в столовой, которые для нас обед готовят. Тут все, мне кажется, уйдут с таким приятным опытом, который классно будет распространить и на другие свои какие-то опыты.